Основатель телеграм-канала «Некста» Роман Протасевич с недавнего времени находится дома по решению суда и объявил о своем возвращении к старой жизни в интернет-пространстве. Находясь в таком ограничении, бывший главный редактор оппозиционного белорусского телеграм-канала «Некста» Роман Протасевич может пользоваться интернетом и социальными сетями. Он общается с друзьями, которые остаются в странах Балтии. Об этом он рассказал в интервью белорусской журналистке Ксении Лебедовой. Так, по словам Протасевича, ему уже удалось пообщаться с основателем телеграм-канала «Некста» Степаном Путило и блогером Антоном Матолько. Роман отметил, что сейчас у всех достаточно сдержанная реакция, потому что когда человеку, находящемуся дома по решению суда, разрешают пользоваться социальными сетями и использовать средства связи, происходит не каждый день. Как известно, в Беларуси закон запрещает лицам, имеющих подобного рода ограничения, использовать мобильный телефон или смартфон, выход в интернет и прогулки на улице. Тем не менее, по словам Протасевича, никакого подвоха здесь нет. На вопрос журналиста, желает ли он вернуться в Литву к товарищам, Роман Протасевич ответил отрицательно. Он заявил, что в последние месяцы, когда он находился там, у него появилось желание отойти от каких-либо политических вопросов. Протасевич также выразил желание остаться в Беларуси и отметил, что пора остановиться и, наконец-то, начать закладывать основы для дальнейшей жизни на родине. В интервью были подняты и другие вопросы. К примеру, Роман Протасевич выразил уверенность в том, что страны Запада начали наступление на информационное пространство Беларуси. По его словам, в государствах Европы принято не верить тому, что заявляют лидеры республики, поэтому белорусская журналистика должна развиваться активнее, в особенности для решения проблем информационной безопасности. Он убежден, что его практика такого рода может быть полезна в Беларуси, так как она несет уникальное видение и опыт. По словам Романа, работа многих телеграм-каналов, действующих в странах Европы для Беларуси, опирается на негативный эффект. Он добавил, что на самом деле многие вещи и события в Беларуси, о которых он написал в своих источниках, оказались другими.